Всем привет, с вами Константин и компания Стройгарнат Анапа. Сегодня мы находимся в станице Гостогаевской на улице Механизаторов 3Б. Здесь у нас полностью свободные продажи. Вот это дом 110 квадратных метров. Давайте посмотрим его. Лицо дома составляет 6 квадратных метров. Продолжение следует... С крыльца мы попадаем в коридор. Площадью тоже 6 квадратных метров. После коридора мы можем попасть в кухню-гостиную, в спальню и в санузел. Туалет площадью тоже 6 квадратных метров, а спальня 15 квадратных метров. Туалет площадью тоже 6 квадратных метров, а спальня 15 квадратных метров, а спальня 15 квадратных метров. Кухня-гостиная составляет 38 квадратных метров. В доме находятся 3 зоны теплых полов. Это коридор, санузел и кухня. Зона теплого пола на кухне выделена плиткой. Зона теплого пола на кухне выделена плиткой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Лестница на второй этаж выполнена из светлого бука. На втором этаже у нас расположено 2 спальни и санузел. Первая спальня у нас составляет 21,7 квадратных метров. В доме предусмотрены ниши под шкаф-купе. Скос стен начинается от метров 20. А вторая, маленько поменьше, 16,5 квадратных метров. Продолжение следует... Продолжение следует... Санузел площадью тут 4,3 квадратных метра. Санузел площадью тут 4,3 квадратных метра. Ну вот и посмотрели мы вот этот прекрасный, замечательный дом 110 квадратных метров. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете писать нам ниже под видео, мы обязательно на них ответим. Или заводите нам в отдел продаж. Мы полностью все расскажем именно про этот дом. Этот дом не забывайте, у нас еще пока свободная продажа. С вами был Константин и компания «Строй Гарант Анапа». Всем пока, до новых встреч! На улице механизаторов, помимо самого проекта 110 квадратных метров, у нас есть еще одна застройка из двух домов. Оба на этапе строительства. Гостогайская станица является самой большой в Анапском районе. В ней вся необходимая инфраструктура от больниц до школ. И есть детский сад. Продолжение следует... Продолжение следует...